Всем привет! Мы команда DeepFot, что приводится примерно как глубокое мышление, не то, что вы подумали. Меня зовут Алексей, со мной были Максим, Тлофи, Артём, Никита, Сен. Мы работали с TAO-трекером, это перчатка для распознавания движения руки. Перед нами была поставлена задача распознать жесты руки в своей перчатке, и сделали это достаточной точностью, с ученым того, что там довольно много данных, значительный полный шум. Конкретное техническое задание было четыре жеста, распознаваемых с точностью. Мы использовали Secure Plus для интерфейса с перчаткой, точнее с табом, на котором она стоит. Оттуда передавали данные в Python, где, собственно, делали анализ с использованием принципов Machine Learning. В результате мы применили алгоритмы Machine Learning, построили модель, которая достаточно эффективно фильтрует шумы, с поступающих данных, принимает решение, консифицирует входящие данные, в зависимости, в соответствии с тем, как мы ее обучили, показывает номер жеста. То есть мы обучили ее четырех жестам. Сейчас увидите их. Так, здесь видео должно быть. Можете кликнуть? Оп. Так, это, кстати, жест номер один. Вот они. Вот мы запустили, на экране видите ноль, оп, единичка. Ага. Оп, двойка. Торечка. Тормозил. Вот это был жест трый, как раз. Вот это жест четверки, он же телефон. Опять единичка. Ну, видимо... Подкачивается. Я не знаю, видимо, видео нам... Подкачивается. О, подкачивается, подкачивается, он прекрасно догоняет серую. Смотрим на пальцы. Опять третий жест. Оп, переключаемся на четвертый. Извините, у нас диалат просто подвисает, сколково. Ну да, ну да. Вот никакого жеста, это ноль. Ну, будем считать, что это тыща, как бы, там, позволяет посмотреть, там, маленький экранчик в конце, что нет никакого жеста, но и ноль. Оп, переключились на третий. Управили мизинчик, опять единица, опять третий. Вообще, задача была похожа на то, что делали ребята с предыдущего дрека, то есть, тоже надо было распознать, как бы, поступающие данные. Единственное, что у нас данный был чуть побольше, потому что там датчика больше. А сейчас вот это я мусорил, как бы, то есть, делал движения, которые никак не соответствуют нашим жестам заявленным. Ну, естественно, показывал ноль. Попытничка. А тут он не успел переключить. Попробую еще раз видео включить, если оно, там, там, подгрузилось. Попробуйте. Еще раз, чтобы все видели. Или опять так же. Опять, Брюс, зря с него переключился, наверное, надо было сразу дать возможность еще раз. Да, скоро не будем издеваться над собой. Ладно, дальше. Жаль, да, что видео не было все смотреть прямо в реал-тайм. Но, в общем, все работает внезапно. То есть, по сторонам задачи флоропа на четыре жеста мы показали. Распознаем бы достаточно точно. В принципе, можно было бы, после того, чтобы выводить на экран там единичку, двойку, тройку, сразу что-то делать. Скажем, на единицу можно было бы открывать программу, если вообще надо. На телефон можно было бы позвонить другу. В принципе, имеющийся на д позволяет добавить жестов очень легко. То есть еще до 30 жестов там можно было бы добавить вообще завтра, если сильно захотеть. Но более амбициозной задачей перед нами стоят, скажем, динамические жесты. То есть никогда просто показывать пальцы. Когда мы показывать какое-нибудь движение, это уже посложнее будет сделать. Этим мы пока не занялись еще. Да, и в дальнейшем можно было бы это оптимизировать. То есть сейчас это все настроено только на нашем компьютере, конечно же. А можно было бы настроить для пользователей, чтобы просто подключил, а оно работает. И тогда это можно долго использовать в качестве как бы аналога мыши, как контроллер. Ну и, конечно же, в принципе, очень амбициозная личная перчатка. Ее можно использовать в самых разных случаях. В опасных условиях. Ну, то есть, чтобы вам в основном туда не ходить. С пиздой перчаткой работы. Обучаться в дополненной реальности. Ну и вы проиграть. Я думаю, когда-нибудь мы все сможем это сделать. Собственно, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Вопросы? Вопросы. Задачи трека выполнены. Все там, все. Все, за чем он? Все где есть? Прямо вот все, все выполнено? Ну, по-моему. То есть, были поставлены параметры, которые были достигнуты. Ну что, ребята, я поздравляю вас. Ребят, самое интересное задание, которое я в первый раз неправильно выговорил. И мы долго жали их с командой. 900. Ура! Молодцы! Круто! Ура! 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 Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...